Привет, друзья! Сегодня, в День Крещения Господня, я зашел в гастроном и обратил внимание на витрину с шампиньонами. На вид они были огромными, явно переспевшими. И, несмотря на всеобщее оживление возле прилавков, никто на них особо не праздновал. А мне их размер понравился. Я сразу же решил, что сегодня на праздничный ужин у нас будут фаршированные шампиньоны. Может быть нагрянут гости, а если и нет, то мы вдвоем с женой романтическим ужином отметим крещение, а заодно и ее купание в проруби. Стыдно, каюсь, но я в этом году откосил. Для этого блюда мне понадобились грибы, сметана, копченое мясо, которое легко можно заменить полукопченой колбасой, твердый сыр, несколько зубчиков чеснока, зелень и стручок горького перца из морозилки, соль, специи. Грибы мою. Выкручиваю ножки, шляпки раскладываю для просушки на поднос. А сам тем временем нарезаю грибные ножки и мясо мелким кубиком. В разогретую сковородку наливаю 2 ложки растительного масла. Хорошо бы добавить еще грамм 30 сливочного. И засыпаю грибы. Как только они пустили сок, засыпаю мясо и прожариваю их до тех пор, пока не увижу, что грибной сок почти весь испарился. Не пережаривайте, особенно засушить грибы. Заливаю все сметаной и как только она закипит, выключаю газ. Сметаны нужно столько, чтобы получилась полужидкая масса, не густая и не жидкая. Посолить, поперчить. Масса должна получиться не густой и не жидкой. Вот примерно такая, как тесто на оладьи. Все, выключаю газ. А дальше идет очень важная фишка. Шляпки грибов снаружи нужно обязательно смазать растительным маслом. Обязательно. Это важно. Иначе эти шляпки будут в духовке не прожариваться, подрумяниваться, а высыхать. То есть, станут сухими, дряблыми и жесткими. Сожигаю духовку. Пусть нагонит температуру до 180 градусов. Беру зубчики чеснока, нарезаю ее кусочками, а перец колечками. После размораживания перец как раз надержит свою форму. Смазываю противень. А теперь беру шляпки и начинаю фаршировать. Сначала нанесу пару кусочков чеснока, а потом фарш и выкладываю на противень. Получилось удачно, собственно говоря, начинки, или, так сказать, фарша, как раз в обрез. О, духовность как раз у нас подоспела, набрала температуру. Вот так я уплотняю. Потом будет удобнее посыпать сыром. Когда протян заполнился, отправляю в духовку. Прошло 15 минут. Сыр. Все же зелени у меня нет, зато очень много заготовлено. Вот зеленый лучок из морозилки. И посыпаю. И теперь снова в духовку, буквально, ну, на несколько минут. Все, готово. Пища бого у вас на столе. Приятного аппетита. И на праздник листовый. В качестве подскриптума мы вдвоем не смогли осилить в тот же вечер все грибы. И пришлось на следующий день разогревать их в микроволновке. Оказалось, что эту закуску можно и нужно готовить впрок. Так как на следующий день она стала еще вкуснее. Открылись новые грани вкуса. И особую пикантность придали те два кусочка чеснока. Смотрите мои видео и присылайте отзывы. Своими отзывами, даже отрицательными, вы помогаете каналу развиваться. Для меня это очень важно. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok